Одна только душа человеческая, безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумения, незнания и желания обладать внешними пустяками приходят всякие ссоры и вражда, а также напряжение. Знаете, в ведах есть описание человека, который просто вот одно чувство жадности, как разрушает жизнь. Пять стадий. Первая стадия. Сильное желание. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Дальше. Тяжелый труд. Вторая стадия. Сахановское движение. И посильнее стучи, 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 стучи. Третья стадия. Усталость. Сколь дней осталось, как снять усталость? Да? Вот. Четвертая стадия. Надлом. Пятая стадия. Разочарование. Все люди, которые привлекаются к чему-то материальному, жадность овладевает ими, они все проходят в своей жизни эти пять стадий. Без исключения. Начало энтузиазм, потом тяжелый труд, потом усталость, потом разочарование, и потом надлом. Все. Пять стадий. Других вариантов нет. Это результат направленности души на материальные блага. Вот эти вот. Всегда одна и та же песня. Но когда человек духовным направляет себя в духовную сторону, совесть его становится чистой, светлой, ему хорошо жить. Потому что совесть — это путеводитель судьбы. Если судьба не туда идет, совести тяжело, на сердце тяжело. Судьба пошла в нужное русло, на сердце хорошо. Да? Легко на сердце от песни веселой. Да, то есть от того, что человек идет в правильном направлении, легко на сердце становится. Талмуд теперь почитаем. И душа не насыщается. А, то есть это отрывочек. Гражданин, женившись на царевне, обставил ее блеском и славой, но напрасно. Все ей казалось мелочным, не стоящим внимания, так как она вечно помышляла о своем высоком происхождении. Так и душа. Окружи ее, человек, всем земными удовольствиями, она не удовлетворится, ибо она дочь неба. Душе нужна духовная, понимаете, духовная. Если нет духовной в жизни, вот хоть что ты обставь, хоть что тут сделай, хоть живи там в Венеции, там или в Греции, там или еще где-нибудь, все равно будет все пусто. Потому что, смотрите, в каждой стране туристы, когда приезжают в какую-то страну, они сначала что видят? Счастье в этой стране, внешнюю вещь. Потом пожили немножко, что они видят? Страдания. Допустим, я в Германии лекции читал, люди плакали горючими слезами, приходили ко мне. Потому что они сначала увидели там порядочек на улицах, все работают хорошо, трудятся, порядочек, все пунктуальные, никто не опаздывает, все приходит вовремя, делается вовремя. Оп! Надо здесь жить, здесь хорошо. Пожили чуть-чуть, поехали. Люди очень внимательные к недостаткам других. Начинают критиковать сразу же, как только их видят. Дальше. Все должно быть так, как у всех. Не дай Бог, четко по-другому, сразу против тебя вражда. Дальше. Все должны быть такими, как мы. Если ты не такой, значит, ты плохой. Вот если ты русский, значит, ты негармоний, значит, ты плохой. И так далее. И очень это все сковывает жизнь. Очень сухие отношения родственные. Для того, чтобы прийти к маме, надо записаться на аппоинтмент. И она тебя там не накормит до сыта, там не принято так. Чуть-чуть покушал, и до свидания. Понравилось вам, нет? Нет? Я вам другую сторону медали сказал. Теперь поехали в Америку. Смотрите, приезжаем, все блестит, все красиво. Люди очень по-доброму относятся друг к другу. Это факт. Очень культурно ведут себя друг с другом. Это факт. У людей очень долгая дружба может быть. Это факт. Но вот создать отношения очень и очень сложно. Люди одинокими себя чувствуют. Они ходят, ходят там по этим улицам. Им очень трудно приблизиться друг к другу. Людям надо в среднем пять лет знакомиться, чтобы жениться. Вот допустим, у нас в России, не знаю, как у вас в Латвии, у нас в России за пять минут можно жениться. А в Америке надо пять лет знакомиться. Люди далеко друг от друга находятся, очень трудно приблизиться. И плюс вот эта скованность, очень сильная скованность с жизнью. То есть смотрите, то есть у вас уже тоже чуть-чуть это есть. Куда бы машину не поставил, надо заплатить. За все надо за страховку сделать. То есть человек скован тем, что ему везде надо страховаться, за все надо платить, а значит, надо пахать, как и шаг. А вот у нас в России ни за что платить не надо. И страховок никаких не надо. Куда хочешь, туда иди. Понимаете? Но везде матом ругаются. И везде водку пьют. По башке могут дать на улице ночью. Видите, везде свои плюсы-минусы. Понимаете, да? Ну, то есть нет смысла бежать куда-то. Везде свои есть проблемы. Везде. Вот куда ни сунься на этой земле. Это хорошо, это плохо. Это хорошо, сначала хорошее видно. Поэтому мы ломимся туда. А потом оп, плохое. А понимаете, когда где человек родился, там ему привычно и хорошее, и плохое. И поэтому он там комфортно себя чувствует. Не то, что там лучше, где родился, там просто привычнее жить. А вот где ты не родился, люди уезжают, им надо пять лет примерно привыкать, мучиться, страдать, чтобы привыкнуть. А потом уже назад не могут возвращаться, потому что они к этому привыкли. Вот мне эти американцы, 150 человек, я с ними разговаривал. Все жарулись на жизнь, пять лет привыкали. Я говорю, ну поехали в Россию, там классно, вас обругают матом сразу, близкие отношения будут строить. Вот. Нет, не хотим. Мы здесь уже привыкли. Понимаете? Так что дергаться? Зачем пять лет жизни терять, там привыкать, это все страдания, эти все, разлука по родине. Вот. Как если никто штирлист склонился над картой России и ворвало на родину, да? Мы к родине относимся или сильно ненавидим, или сильно любим. Одно из двух. Или у нас самая плохая страна, или самая хорошая. Середины не бывает. Поэтому лучше о духовном думать, о духовном. Вот душа, она дочь неба. Она не дочь Краснодарского края или не дочь Риги. Душа, понимаете? Она дочь неба. Она дочь духовного мира. Мы не американцы, не русские, не латыши. Долой русских, долой латышей, там, долой американцев. Сегодня я в русском теле родился завтра в латышском. Послезавтра вообще могу хвостом повилять одну жизнь побегать. Душа, она вот может в разные тела попадать, понимаете? И к американской собачке или русской, какая разница, да? Уже как бы разницы нет. Собачка, она и с собачкой. Или рыбка, там, американская рыбка, русская рыбка. Все одинаковые рыбки. Так и люди тоже. Мы же души. Поэтому не надо об этом думать. Надо думать о своей духовной заботе. Не национальной заботе, а духовной заботе. Надо духовные отношения с людьми развивать. Помни, Марк Аврелий, помни, что разумнее твое имя свойство жизни в самом себе. А, помни, что разумение твое, я извиняюсь, что-то неправильно читаю. Помни, что разумение твое имея свойство жизни в самом себе. То есть, когда человек разумно живет, когда он погружает жизнь внутрь себя, это делает тебя свободным, если ты не подгибаешь свою внутреннюю жизнь служению плоти. Некоторые внутренние жизни используют, чтобы снаружи было хорошо. Допустим, у меня плохо на работе, я молиться начинаю. Не надо подгибать внутреннюю жизнь. Надо молиться для молитвы. На работе будет хорошо, как результат. Душа человека, просвещенного разумением, свободной от страстей, затмевающих этот свет, есть настоящая твердыня. И нет прибежища для человека, который был бы вернее и не неприступнее для зла. Кто не знает этого, тот слеп, а кто, зная, не входит в вердыню разумения, тот несчастный человек. Смотрите, то есть идея в чем заключается? Посвяти свою жизнь душе. Такая жизнь сделает твою судьбу твердой и неприступной для зла. если человек способен в сердце побеждать, хотя бы в своем сердце побеждать зло, то есть он уже удовлетворение в сердце счастья испытывает от духовной жизни, то даже если внешне еще все будет плохо происходить, это его не сильно коснется, потому что он уже как-то на этом уровне, на внутреннем, на сердечном победил свою жизнь, а дальше его ждут еще многие интересные вещи. Он сначала научится отношения строить с плохой судьбой, а потом ее побеждать. Понимаете, три этапа есть победы. Сначала в сердце, потом в отношениях, а потом наяву. Поэтому человек, который духовной практикой занимается, он чувствует силу человеческую, он чувствует силу в своей жизни гораздо больше, чем тот, который внешними делами занимается. Но тот человек, который знает, в чем сила, и не занимается этим, он просто человек неудачник. То есть он не использует богатство, которое имеет. Все доброе в человеке божественно само по себе. Душа человека есть зеркало, в котором можно втайне видеть образ божественного разума. Некоторые спрашивают, а что связано с душой? Совесть связана? Связана. Правдивость связана? Связана. Нежность связана? Связана. Красота человека связана? Связана. Вопрос, как ты ее ответственность это духовное качество? Духовное. Можно использовать в одну сторону, можно использовать в другую. Правдивость тоже можно как угодно использовать. Вот допустим есть люди, которые управляют целыми концернами, просто потому, что у них есть правдивость. У них есть это качество. Им верят, с ними заключают договора, смотрят в глаза, видят правдивый человек, раз заключил договор. Но человек эту правдивость не использует для того, чтобы счастливым в жизни быть, а ему нужны деньги, 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 деньги. Из-за этой правдивости. И он забыл уже про свое счастье. Паша для этих денег, как и шаг. Поэтому, когда человек занимается духовной практикой, духовная практика, как цветок, раскрывает перед человеком новые возможности жизни. То есть духовная практика, что делает человеку? Она дает ему возможности. Человек, занимаясь духовной практикой, становится добрее, честнее, смелее, скромнее. И все это дает перспективы в разных направлениях жизни. И если человек забывает при этом про духовную практику, то в следующей жизни он может родиться очень богатым, очень успешным, очень влиятельным, очень мощным. Но при этом все равно счастья в жизни не будет, потому что он зря потратит свою жизнь. Я изучал этот вопрос, я изучал характер богатых людей. У каждого богатого человека есть своя изюминка, уникальность какая-то, которая дает ему возможность эти деньги иметь. Я не буду имена называть, может, это будет как сплетни. Но я знаю, многие богатые люди имеют сильную проницательность. Они видят, кто их обманывает, чувствуют это. Это дает деньги. Многим людям дает деньги способность убеждать людей. Человек разговаривает, ему все верят. Это дает богатство. Дальше, многие богатые люди, они способны контролировать свои желания. Ну, то есть, им рассказывают что-то. А, у нас все плохо. Он такой сидит спокойно, слушает. Вообще не шелохнется в сердце. Это дает богатство. Трезвый такой спокойный разум дает богатство. Некоторые богатые люди обладают необыкновенными способностями какими-то. Например, у них большой творческий потенциал. Они могут, допустим, любую тайну человеческую сделать явью. Понимаете? То есть, они с помощью вот этой внутренней творческой силы продвигают какие-то проекты. Как, допустим, Стив Джобсон. Он имел такую силу творческую. Он способен был развивать этот проект, в котором как бы картинка появилась такая красивая. Вот. Понимаете? То есть, все это рождается из духовной жизни. То есть, человек занимается в прошлой духовной жизни, жизнью и получает благочестие. Что такое благочестие? Это сила, дающая человеку возможность быть счастливым, успешным в этой жизни. Часто люди не пользуются благочестием для того, чтобы дальше духовной практикой заниматься. Они просто его тратят. Гуляем. И растрачивают его по факту. Потому что чем больше человек занимается материальной деятельностью и не занимается духовной практикой, тем больше он деградирует в этом мире, а не прогрессирует. Не развивается. Поэтому нужно найти золотую середину. Как можно больше заниматься духовной практикой. Золотая середина. Как можно больше заниматься духовной практикой и поддерживать свой материальный уровень в жизни. Потому что духовная практика и дает эти возможности, а не что-то другое. Благочестие оттуда рождается. Все доброе в человеке и божественно само по себе. Бойся незнания, но еще больше бойся ложного знания. Отврати твое зрение от мира обмана и не доверяй своим чувствам, а не лгут. Но в себе самом ищи ищи вечного человека. Ищи вечного человека. Смотрите, есть сложное знание. Допустим, вам говорят, платите деньги, научим общаться. Заплатили деньги и вам рассказывают. С мужем надо так себя вести, с женой так себя вести, с детьми так себя вести. Надо вовремя улыбаться, надо как бы смиренно себя вести, прощать, просить прощения. И человеку все это рассказали, он начинает это делать, не работает система. Почему отношения-то в сердце строятся. Сначала нужна молитва. Если ты не молился, не можешь простить. Надо прощать, но ты не можешь. Надо вот так себя вести, а ты не можешь. И к таким психологам, когда ты приходишь, говоришь, я не могу так себя вести, у меня нет сил смиренно относиться к мужу, у меня нет сил прощать, просить прощения, у меня нет сил терпеть эту ситуацию. И психолог что вам говорит? Он смотрит на вас так внимательно. Говорит, ну это ваши проблемы. Так понятно, что это наши проблемы. Так это и есть проблема основная. Что нет силы вот так жить. Как вы говорите. Вы нарисовали красивую картинку. Хорошо. Где взять силы, чтобы так жить? Ваши проблемы. Так в этом и есть проблема, что это не наши проблемы, а ваши. Потому что учить человеку надо духовному, а не внешним каких-то вещам, которые невозможно следовать без этой внутренней душевной силы, которая от Бога идет. Вот в этом и проблема, что у нас нет связи с силой. То есть человек с Богом отношения строится, появляется сила. Сила появилась, легче жить. Все преодолевается. Можешь что-то делать, можешь то делать, можешь все делать. И по факту, в древней культуре ведь не было психологов. Ведической психологии не было раньше. Потому что этим вопросами занимались наставники. Они рассказывали человеку, как себя вести. Потому что сначала они учили его духовной жизни, а потом всем внешним вещам, если была необходимость в этом. Потому что по факту, если человек душевно развивается, он начинает интуитивно чувствовать, как себя надо вести. Ему даже об этом не надо говорить. Женщина душевная, духовно развиваясь, начинает чувствовать, что она женщина, что она не робот. На заводе работа целый день. Действительно, невежество подобно закрытому и безвоздушному сосуду. Душа сидит в нем, как птица в заперти. Она не поет и не может раскрыть крылья. Но и в невежество лучше, чем учение теоретическое, головное, как здесь говорится. Учение от головы, а не от сердца. Не способствующее, не просвещенное и не руководимое душевной мудростью. Смотрите, идея в чем заключается. Вы пришли к какому-то человеку. Он вам говорит, я духовный наставник. И начинает вам теорию рассказывать. Вы сидите так. Хочется же духовного знания, правильно? Мы сидим, ждем. Но хочется спать. Почему хочется спать? Потому что душа не функционирует в это время. Он говорит от головы. Ну то есть он говорит теорию, да? Он сам не знает. У него ни от души, от сердца ничего не идет. Он просто... Или некоторые... Они вот всю лекцию, вот они в духовное знание передают. Но чем они занимаются? Они показывают себя. То есть чем они занимаются? Они и так посмотрят. И так. И такие крутые. Прямо вот, ну чуть ли не на стол залазит. И говорит очень умно. Обычно такие люди очень умно говорят. Они такие... Давайте разберемся в этом вопросе. Сложная тема. Сложная тема. Понимаете? Показывают себя. Смотрите, какой я умный человек. Видите? Мне верьте. Мне. Ну то есть из себя Бога делают. Это ложные учения. Они передаются через людей. По любому человеку можно видеть, ложные учения или нет. Сейчас я вам объясню, как действуют люди, которые имеют ложное знание. Первый признак. Они слишком много умных слов говорят. Это признак ложного знания. Потому что истинное знание очень практично. Оно ближе к сердцу, значит ближе к жизни. Сердце — это жизнь. Ум — это теория жизни. Это нужно, теория нужна. Но она всегда должна быть приложима к жизни. Каждый аспект теории прикладывается к жизни. Итак, первая — сухая теория. Первый признак — ложного знания. Может быть, знание не ложное, но оно не тем подается. Такое тоже может быть. Второй признак — гордость. То есть человек очень крутой вид делает. Он как бы себя показывает, как очень крутой такой. Наводит тень на плетень, по-русски сказать. Ну то есть крутой очень такой. Очень такой крутой. Третий признак. Человек начинает критиковать все другое. Что с ним не связано, он все поносит вокруг. И это плохо, и то плохо, и пятое плохо, и десятое плохо. И только вот то, что я вам говорю, это хорошо. Все, до свидания. Это признак ложного знания тоже. Следующий признак. «А кто является твоим наставником?» «А меня молния по голове ударила, и пришло знание само. Я от Бога просто таким уже родился. Вот я такой от рождения, мягкий, пушистый. А вы все скользкие, вонючие, поэтому должны меня слушать. Понимаете? Я просто вот родился таким мягким, пушистым. Это признак ложного знания. Даже, смотрите, даже Иисус Христос, Он себя называл Сыном Бога, и у Него был Учитель. Понимаете? Всегда, даже Бог, если Сам приходит в этот мир, Он показывает, как правильно. Он всегда имеет Учителя, наставник, Он ведет себя смиренно, не выпендривается. Вот. Один раз в Америке был не так давно слет Иисусов Христов. Приехало несколько тысяч человек, но настоящие Иисусы Христы не поехали, потому что они не унижаются. Зачем туда ехать? Я что, себя не уважаю? Я не знаю, что они все ложные, а я настоящий. Вот. То есть, опасно невежественное знание, неправильно опаснее, еще просто человек ничем не занимается духовной практикой. А если он наслушался невежественного знания, то это еще опаснее. Как отличить истинное знание от невежественного? Истинное знание близко к сердцу. Познание саморадостно, оно раскрывает сердце и меняет жизнь. Оно практично, жизнь действительно меняется. Дальше. Это всегда связано со старшими. Человек, который дает правильное знание, он не выгораживает себя, он основывается на священных писаниях, свои слова основывает на священных писаниях. Истинное знание. Всегда человек, передающий знание истинное, он ведет себя скромно. Думаю, что намного скромнее, чем я. То есть, я предполагаю, как бы мой духовный учитель здесь сидел, рассказывал. Истинное знание не несет злобы в себе. Там нет ненависти, злобы по отношению к другим верам, еще по отношению к чему-то. Это добрая вещь, истинное знание. В сердце радость возникает желание практиковать связь с Богом. Истинное знание всегда направлено на личность, потому что Бог — это личность. Духовное знание не означает просто говорить о счастье. Говорить о счастье недостаточно, потому что без Бога счастья нет. Веды говорят, что Бог — это личность, а счастье — его сияние. Если мы говорим только о сиянии, значит, это тоже обман. Нужно говорить о личности. И так далее. Есть критерии. Надо их изучать и смотреть, где хорошо, где плохо. Не все, кто говорят и ведут истинным путем. Часто люди хотят денег, элементарно просто хотят денег. Это означает, что они уже не в ту сторону ведут. Уже не в ту сторону. Или славы хотят, или еще чего-то там, какие-то желания свои. Истинное знание всегда направлено на истинное знание. Если человек сам хочет Бога, значит он и другим будет говорить о том же самом. И это значит, что сердце будет радоваться и раскрываться. А если что-то не то, сердце почувствует это. Не надо его, ну как бы, надо открыть его и смотреть, что происходит. Вот так вот все решается. Нам пора заканчивать уже, да? Ну, последнее высказание. Чтобы достигнуть знания, нужно исследовать сущность вещей. Поэтому, кто желает обрести истинное знание, то должен исследовать причины и законы вещей, которым подчиняются все существа. Вот чему все существа подчиняются? Каким трем вещам? Первое. Все существа хотят любви. Это исходит из причины вещей, из души. Все существа хотят вечности. Никто не хочет умирать. Это исходит из души. И все существа хотят знать, как жить. Это исходит из души. Три аспекта духовного существуют в этом мире. Три аспекта изучения. Что такое вечность? Как к нему попасть? Как найти вечность? Некоторые думают, что вечность заключается в этом теле. И надо продлить жизнь в этом теле. Это не вечность. Тело бренно. Дальше. Вечность. В нашем случае это заботиться о следующей жизни, а не об этой. И если повезет, уйти в духовный мир, где нет следующей жизни. Где все живут в настоящем. Дальше. Любовь. Это то, о чем надо заботиться. Надо разобраться, что такое любовь. Вкратце. Есть влюбленность. Есть любовь. Любовь может бывает между святыми людьми только. Или к святому человеку настоящая любовь. Когда человек испытал настоящую любовь, он может применить ее к другим людям. Но в отношениях с другими людьми, не святыми, любовь тает. А не усиливается. Настоящая любовь. Искренняя. Поэтому надо вновь и вновь обращаться к святым людям, чтобы поддерживать настоящую любовь в своих отношениях, родственных, дружеских и так далее. Итак, настоящая любовь имеет духовную природу. И она может поддерживаться только в отношениях со святыми людьми. Вечность, любовь и знания. Истинное знание – это духовное знание. У нас есть материальное знание. Оно нам тоже нужно. Нам нужно работать где-то, получить образование для этого. Но это не является главным знанием. Оно не поможет быть счастливыми. Оно поможет поддерживать просто свою жизнь. Настоящее счастье приходит только от духовного знания. Есть материальное знание, нравственное знание, духовное знание. Чем мы с вами здесь занимались? Мы говорили о нравственных вещах и чуть-чуть о духовных. Но если вы хотите больше узнать о духовных вещах, тогда ищите свою веру. Именно свою. Не мою, а свою. Думайте, изучайте, где бы вы поверили в Бога, где бы вам нравилось быть с верующими людьми. Там будет духовная жизнь уже. Больше, интенсивнее. Будут духовные мероприятия, службы, духовное общение, наставник, молитва каждый день и так далее. Это то, к чему должен в своей жизни человек прийти. Духовная жизнь не бывает в одиночку. Это очень трудно практиковать. Практически невозможно. Потому что духовная жизнь поддерживается только близкими отношениями. Перетекает энергия Бога, личность Бога перетекает только в результате близких отношений от одного человека к другому. Поэтому нужен духовный учитель, нужна среда духовная, в которой ты будешь жить. Близкие отношения нужны. И в них, обсуждая свою духовную жизнь, человек испытывает такое счастье, которое невозможно описать словами. Невозможно описать словами. Я вам постарался передать кусочек этого своего счастья. То, что у меня вот есть сердце чуть-чуть, маленькая искорка, маленькая возможность заниматься духовным практиком. Я искренне пытался вам это все рассказать на протяжении этих трех дней. Может быть, какой-то один вопрос еще есть, да? Или нет времени? Можно задать какой-то вопрос? Да? Ну, замечательно. Замечательно. Я, вот знаете, вот честно скажу, я не против Америки. Вот не против Америки. Это я даже вот сейчас говорю для американцев, которые слушают меня сейчас, допустим, по электронной связи, интернет. Я не против Америки. Америка красивая и счастливая страна. Но не для такого тупого человека, как я. Я как бы просто ее не понимаю, поэтому я так выражаюсь. В Америке есть счастливые люди и духовные люди. По факту даже больше, чем в России. В Америке есть духовные общины, много очень развитых духовных людей. Почему там нельзя жить счастливо? Можно. Просто я, ну, из другой культуры, поэтому я это просто не понимаю. Но в каждой стране есть много глубины и счастья. И нельзя одну страну ставить выше другой. Это глупо так считать вообще. Это примитивизм. Америка – это очень хорошая страна. По факту там живут разумные люди, поэтому они и управляют сейчас всем миром. Но это не главное, что я сейчас сказал. Главное – это то, что там действительно есть духовные общины, в которых можно жить. Не обязательно русские. Если есть вера, можно жить и с нерусскими людьми. Я часто приезжаю в Индию на духовные праздники, живу. Там интернациональные, как бы, много разных людей, разных духовных, разных национальностей. И это не чувствуется вообще никакой национальности. Люди, когда верят в Бога, одна у них культура, одна традиция духовная. Нет национальности. Всё это стирается. Нет интереса даже об этом думать и говорить. Вот, допустим, у Людмилы муж индусы, я как бы, вот сегодня мы кушали вместе. Я не чувствую, что мы разные. Мы одинаковые. Потому что у нас есть вера в сердце. Это объединяет только людей. Всё остальное, это так, знаете, внешне. Страна. Вот где вы нашли себе духовное общение, там и ваша страна. Всё. И там будет хорошо, счастливо жить. Сто процентов. Я вам гарантирую. Просто гарантирую. Какие ещё вопросы? У меня есть примеры. Много друзей так живут. Да? Да? Нормально, нормально отношусь. От Бога. От Бога, конечно. Если бы не от Бога, как бы вы отплодотворились? Вот смотрите, что такое благотворение? Вы сами благотворяетесь или что благотворяется? Оплодотворение – это когда божественная энергия даёт возможность оплодотвориться. Женщина говорит, я оплодотворена. Кем? Ну, это странный вопрос. Конечно, мужем. А муж даже не знает, что это такое вообще. Он чем занимался? Что, оплодотворял, что ли, вас? Он занимался просто сексом, понимаете? И всё. Потом что-то вышло, куда-то попало, раз, что-то произошло. Кто занимался оплодотворением? Вопрос. Мы занимались сексом. Кто занимался оплодотворением? Кто всё создавал это всё? Кто создавал условия для того, чтобы душа в тонком теле вошла в яйцеклетку? Кто создал эти все условия? Бог создал. Но если Бог даёт возможность вам зачать искусственным образом, значит, это нормально. В чём проблема? Просто будут особенности у ребёнка. Какие-то особенности. Например, ему труднее будет прививать любовь, чем если бы он естественным образом был зачат. Всё искусственно даёт особенности. Кесарево сечение, что делает ребёнок такой, немножко пассивный, рождается. Его надо немножко встряхивать в жизни, чтобы он начал развиваться как Личность. Понимаете? Кесарево сечение такой результат даёт. Но если он сам прорывался через ходы, вот эти все, и он как вылез такой. Победил. Плачет, но победил. Значит, он будет победителем в жизни, будет сражаться за свою жизнь. Без любви зачатие даёт холод в сердце. Без труда выход на свет даёт вот эта вот инертность. Но какая разница? Человек родился. Это значит, что его можно поменять. Другое дело, что не родился, ничего не поменяешь. Понимаете? Есть возможность родить так ребёнка, рожайте так. Есть возможность так, рожайте так. Но одну вещь хочу вам сказать. Не надейтесь, что искусственное оплодотворение эффективно. Это очень неэффективная вещь. Надо восстановить сначала органы женские, вылечить их. А если вы их вылечите, то только в редких случаях нужно именно искусственное оплодотворение. Например, вы вылечили женские органы, а трубы непроходимы. Тогда вот искусственное. Но если они больные, не вылеченные, как вы оплодотворите? Проблема-то в том, что там что-то не так работает. Хоть ты искусственно делай, хоть нет. Матка не работает нормально, слизистая оболочка не работает, невозможно ничего оплодотворить. Ничего не прикрепляется толком, не развивается. Надо вылечиться сначала. Понимаете? Вылечить органы женские с помощью правильного образа жизни. Например, женщина ходит по сырой земле, допустим, по берегу реки. Она увеличивает силу женских органов. Она на сырых овощах пастится. Овощи – это продукты, которые энергию вниз опускают. Она очищает органы свои с помощью сырых овощей. Дальше. Желает всем счастья, прощает, просит прощения. Она восстанавливает женскую энергию в теле. Больше контактирует с водой. Она увеличивает энергию женской природы тоже. Вода, гормональные функции женщины связаны с энергией воды. Сладкий вкус увеличивает в рационе. Увеличивает гормональные функции женские. И так далее. Это все приводит к возможностям, умельчению возможности зачать. Больше контакта с природой. Больше на свежем воздухе, по сырой земле, по травке. Понимаете? Не по бетону, там, в каменных джунглях. Больше контакта с природой, больше возможностей зачать. Я в Краснодарский край переехал и увидел удивительную вещь. Я в Москве жил, ни одной беременной женщины почти не видел. А в Краснодарский край переехал, смотрю, там в деревне через одну с пузиком ходит. Через одну. Ничего себе. Вот это классно. Когда женщины в природе живут, они естественным образом, и раз, и узик появился. Все. Само собой все происходит. Потому что нужна энергия природы для зачатия. Узнали? Есть еще один хитрый способ. Только смелые женщины на него способны. Если женщина просто видит, что не может зачать много лет, берет ребенка на воспитание маленького. Маленького совсем ребеночка. Берет там до трех, четырех, пяти лет. И у нее сразу же все женские свойства просыпаются. Контакт с этим ребенком так сильно активизирует в ней женские качества, что она потом как пулемет начинает рожать. Целый детский сад. Может, все заработало уже? Видите, Лена говорит, все заканчиваю. Потому что я ее тему взял, как бы отбираю хлеб у человека. Если хотите больше узнать об этом, вот есть Лена, она вам все расскажет. У нее есть опыты. Она победила в себе эту болезнь. И делится сейчас с другими женщинами об этом. Я все правильно сказал, надеюсь? Я просто не рожал никогда. Давайте сядем прямо все. Первое, что я хочу сказать, и я никогда не устану это говорить. Раньше я этого не понимал, а сейчас я это понимаю. Я очень благодарен всем, кто пришел на эту лекцию. И особенно из тех людей, которые меня знают. Особенно из тех, кто ходит давно уже на лекции. Я очень вам признателен всем, кто приходит сюда много раз и уже нового ничего, знаешь, не услышит. Просто приходит пообщаться, посидеть, побыть по месте. И я это понял в какой-то момент в своей жизни, что эти люди, я их не достоин на самом деле. Я не достоин тех людей, которые приходят здесь много раз, уже слушают меня. Но я могу только выразить свою благодарность в сердце. Свою признательность и свой поклон, низкий поклон до земли тем людям, которые приходят просто побыть рядом. Я очень признателен всем таким людям. Также я очень благодарен всем, кто слушал мои лекции эти все три дня. Потому что мы с вами обменивались сердечными отношениями. И хоть мы с вами близко не общались, я смотрел в ваши глаза. И я надеюсь, что я смог хоть чуть-чуть разглядеть вашу чистоту. Я хотел очень сильно увидеть. Я ждал, искал. Потому что чистота — это и есть Господь. Он живет в людях, на самом деле. Не на небушке живет, а в людях. Через людей можно с Ним и общаться. А я хочу с Ним общаться. И я ищу Его в тех людях, которые слушают внимательно, с искренностью. В них живет Личность. Личность, Личность Душа и Сверхдуша. Личность Бога. Живет Личность Бога. В тех людях, которые хотят духовного знания. Господь заходит в них. В виде вдохновения, веры, любви, радости. Вот это вот общение. Это энергия Бога. Поэтому я бесконечно счастлив быть рядом с вами все это время был. Хоть я тупой, как баран, и до конца этого не понимаю, но когда-нибудь пойму. По крайней мере, уже что-то понимает. Что-то уже начал понимать. Итак, давайте все сидим прямо. У нас есть возможность сейчас уникальная. Побыть вместе в очень глубоких отношениях друг с другом. Повторяю, я желаю всем счастья. Кланяться святому человеку и устанавливать с ним светлые отношения, чистые. Которые потом родят в сердце спокойствие, знание, победу над судьбой последовательно. Знание какое? Что это такое знание? Это знание очень практичная вещь. Это знание о нашей жизни и о вечной жизни. И обо всем, что нужно душе для того, чтобы преодолевать все трудности. Контакт со святым человеком дает это знание. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.